портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня я веду я михаил горин мой собеседник израильский политолог арик эльман арик приветствую вас итак к несет ночным голосованием очевидно все это было очень экстренно или нужно было делать быстро и принял в первом чтении законопроекта преодоление решений богатства так называемая закона вета богатства и о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять обязанность своей обязанности на подходе еще несколько законодательных инициатив которые скорее всего будут приняты они входят пакет так называемой судебной реформы из-за которой у нас который уже которую неделю идут протесты многочисленные скажите пожалуйста вот это вот экстренное принятие всех этих законопроектов это практически ответ коалиции на предложение о переговорах нет это ответ коалиции на массовые беспорядки которые проходят протеста против этих усилий коалиция стремится показать что ее планы не меняются и ужесточение этих протестов никак на эти планы не влияет вместе с тем надо сказать что по распорядок голосования он был продиктован еще и давление внутри самой коалиции скажем авторы реформы ротман или вин не очень стремились к тому чтобы законопроект о преодолении вета богатства оказался на повестке дня так рано но это было однозначное требование ультра-правоксальных партий которые как раз таки начали опасаться что в рамках предлагаемых компромиссов этот вопрос будет снят с повестки дня либо будет изменен формулировка была будет изменена так что они не получат решение своих проблем нужно понимать ультра-правоксы не поддерживают эту реформу потому что они разделяют все идеологические концепции и авторов относительно того как должно выглядеть разделение властей как должны где должна находиться большая полнота власти между выборными и невыборными органами в демократии для них это все интересно но это академические вопросы им гораздо более важны вопросы практические сохранение статус-кво в отношениях религии государства и самое главное на этом этапе решение наконец вопроса о призыве точнее об отсрочке от призыва постоянной отсрочке значительной части учащихся религиозных учебных заведений пишет они опасаются что точно так же как верховный суд раз за разом заваливал все проект попытки урегулировать этот вопрос опираясь на принцип равенства и декларировать что если у нас существует всеобщая воинская повинность должна распространяться на всех то без какого-то конкретного решения в этом вопросе и вся эта реформа закончится тем что они опять окажутся у разбитого корыта депутаты от от это мыли мы говорим здесь о партии еврейства торы конечно но это требование поддерживается и шанс и депутаты от религиозных партий опасаются что они в конечном итоге окажутся у разбитого корыта в этом смысле поэтому этот эта тема оказалась на повестке дня сегодня что касается второго то что на иврите называется хокканифцарот то здесь эта реакция это даже не столько интегральная часть планировавшейся части формы это реакция на иск движения за чистоту власти в высшей сусправедливости с требованием дать указание юридической совете правительства отстранить натаньягу от власти без относительно к тому что может произойти если будет принято в обществе в политике и так далее этот законопроект стремится снять вопрос о том что такое во-первых ответить на вопрос что такое неспособность премьер-министра исправить свои обязанности на данный момент нет у нас определения такого вообще и дать создать такую юридическую конструкцию в рамках которой эти вопросы будут решаться только между премьер-министром и его правительством и кнессом без вмешательства юридических структур ни юридического совета правительства я думаю понятно для кого это предназначено тогда скажите пожалуйста вот когда был был принят законопроекты которых мы говорим в первом чтении коалиция заявила ее представители что демократия наконец-то вернулась в израиль оппозиция разумеется заявила что демократии теперь больше нет но те кто возражает против судебной реформы считают что та скорость которой она принимается даже не сама судебная реформа а та скорость которой она принимается продиктованы исключительно законопроектами так называемым в защиту ныты ньягу которые практически делают невозможным его судебное преследование и освобождают его от какой-либо где даже гипотетической уголовной ответственности так получается тогда что они правы я не очень понимаю какие компрессии от речь может вы поясните мне ну во первых проект о порядке объявления премьера не способны выполнять свои обязанности плюс законопроекта который как не связано с законопроект который выдвинул еще не рассмотрено который выдвинул амсалем о невозможности уголовного преследования отлично так вот относительно законопроекта амсалема начнем с этого законопроекта амсалема является результатом его не какого-то внутреннего плана в ликуде да убрать ныты ньягу из-под ответственности ликуде прекрасно понимает и в коалиции кстати надо сказать что позиция ротмана в этом смысле однозначно но и не раз декларировал что ни один из этих законопроектов не должен помешать реализации завершения судебного процесса на ныне ньягу потому что ни один из этих законов не может иметь ретроактивной силы амсалем который находится в процессе борьбы за мне за свой пост министра в министерстве юстиции предлагает эти законы исключить это так он это сделал в 2017 году для того чтобы побудить ньягу наконец вмешаться в этот конфликт надавить на революбин и решить этот вопрос потому что понятно всем что само упоминание этих двух законопроектов амсалема один тот который вы упомянули другой об отмене самого преступления обмана и подрыва общественного доверия да по которому это проходит бенемент ньягу по своему обвинению и принятие этого закона действительным приведет к тому что процесс должен быть автоматически прекращен потому что если закона нет то и суда нет да это единственная ситуация в которой он может так сказать выйти из сухим из воды своих уголовных процессов но и тот и другой являются именно так сказать говоря простым языком троллингом со стороны амсалема который хочет добиться определенного результата кстати он не один такой ави маос бывший уже заместитель министра в министерстве главы правительства тоже намерен подать целый пакет законов в духе так сказать декларации представителей нынешней коалиции до выборов для того чтобы опять же поставить их в дурацкое положение добиваясь решения своей проблемы от нотаньягу конечно если амсалем станет министром он должен быть и уйдет исключительно по норвежскому закону эти его законопроекты будут автоматически ликвидированы в ликуде понимая насколько это проблематично поспешили разъяснить что все это делается исключительно по инициативе самого амсалем опять же внутри фракции ликуда хватает людей открыто выступающих против и того и другого закопроекта не надо сказать что официальная позиция самого нотаньягу состоит в том что он абсолютно уверен что все эти законы все процессы над ним закончится исключительно его оправдали надо еще кстати отметить что нотаньягу в рамках вот этого на фоне этого законопроекта об отстранении от должности который меньше связан с судами нотаньягу больше связан с интересными решениями юридической совете правительства бара в мир которая решила истолковала весьма конкретное специфическое решение высшего суда справедливости отношении конфликта интересов нотаньягу распространив его на все аспекты дискуссии по юридической реформы поэтому здесь ситуация несколько иная на нотаньягу кстати в ходе дебатов которые сейчас идут по вот этому иску движения с чистой власти он предложил компромисс решение верховного суда согласно которому ни один судья который будет назначен в этот период неважно какой процедуре не будет участвовать в обсуждении никаких исков по делам нотаньягу то есть апелляции в суды в суды более высших статей то есть нотаньягу понимает насколько проблематичным является тот аспект этой реформы она проводится правительством и коалиции во главе которой стоит человек находящийся под судом и если оппозиция много предлагает предлагает большие усилия организаторы протеста предлагают большие усилия то чтобы убедить всех израильтян в том что это единственная причина этой реформы да и что если бы не было этих судов никакой реформы бы не было и кстати надо сказать они весьма эффективно используют в этом аргументы самого нотаньягу который до 2014 пожалуй года был весьма громким публичным защитником статус-хо в отношениях между высшим судом справедливости и другими органами власти в стране да не случайно я вас перебью не случайно именно сейчас показывают сюжет в интернете он очень популярен геннтаньягу выступает на вступлении в должности очередного председателя верховного суда и поет дифферамбы верховному суду и называет его оплотом демократии именно именно так то есть надо понимать что он уже он и так так сказать его позиция весьма непроста в этом смысле и может быть для для реформы если ты готов идти на нее до конца действительно лучше чтобы он был в стороне не чтобы ей руководили люди не имеющие конкретных личных интересов такие как левин и ротман но мы видели на заседании фракции ликуд на этой неделе что депутаты считают что без натаньягу который обладает большими талантами коммуникатора и агитатора они не справляются то есть они обращаются к нему с жалобами на то что они в состоянии вести активную кампанию борьбы за общественное мнение в пользу реформы не сказал что мы я не имею права на вы же но у вас же никто не ограничивает видимо депутаты от ликуды не очень уверен в своих способностей правда сказать что это не агут своем собственном выступлении где он фактически сказал что вся израильская пресса ангажирована против этой реформы и заняла одну позицию на баррикадах но если это так зачем напрягаться нет 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 смысла особо стараться попасть на там двенадцать тринадцатый одиннадцатый канал телевидения если если сам премьер-министр заранее говорит что они уже ангажированы другой стороной ну чтобы еще один момент я попрошу вас прокомментировать это ситуация которая сложилась но тоже в общем-то в юридической сфере отчасти и в правоохранительных органах на фоне тех многочисленных протестов которые происходят и так вот сообщение генеральный инспектор полиции коби шептай попросил своих офицеров на сидя находящихся на командных должностях избегать прямого общения с министром национальной безопасности и тамаром бенгвиром так как есть сведения как как сообщается о том что министр пытается давать указания высшим офицером полиции минуя генинспектора полиции бенгвир в свою очередь отказался от сотрудничества и практически общения с юридическим советником правительства и заявил что он сам будет представлять себя высшим суде справедливости бедемент и ньягу остановил прием центральное статистическое бюро так как там возникли проблемы как сообщается опять-таки сми с назначением нового начальника который там кому-то там не угоден скажите пожалуйста и вообще вокруг юридического советника правительства очень много шума претензий и с ее стороны и к ней скажите пожалуйста нет ли ощущения что у нас сама система просто какая-то в разнос идет а идет в разнос потому что она не соответствует потребностям страны так как она существует сегодня надо напомнить да что все на самом деле у нас заплата на заплате юридический советник правительства это должность беспрецедентная на самом деле других демократиях человек сочетающий в себе полномочия фактически главного прокурора главы государственного обвинения и в то же время юридического консультанта правительства закона его полномочия нет вообще порядок его назначения менялся неоднократно все его так сказать источником его полномочий сегодня его права накладывать вето на решение исполнительной власти является высший суд справедливости который просто это решил однажды и все опять же проблема есть также с всеми личностями участниками конфликта и тамер бенгвир я думаю даже те кто кому очень не нравится его личность и его политическое прошлое согласятся он хочет преуспеть на этом посту он добивался поста министра национальной безопасности он хотел руководить полицией он считает что может нести больший вклад но при этом опыта министерского опыта работы в государственных структурах исполнительной власти у него нет поэтому он обходит даже ему уже дана часть полномочий которых он добивался будет предоставлен дополнительные но также должно быть теоретически понятно что политический руководитель министерства как это происходит во всех других решает вопросы в министерстве через его главного профессионального руководителя в гражданских министерствах это генеральный директор в случае с полицией это генеральный инспектор и когда министр полиции начинает спускаться на уровень командующих территориальными полицейскими формированиями это конечно же подрывает полномочия генерального инспектора в начале так сказать дела пошли непросто но бенгвир заявил что он доверяет комбишев то есть ты доверяешь своему генеральному инспектору не заинтересованного смущать должен давать ему полномочия если тебе ты считаешь нужно оказывать на него давление я должен честно сказать что с моей личной точки зрения конечно же полиция делать недостаточно для того чтобы обеспечить закон и порядок во всем что когда дело доходит до этих протестов в особенности со по сравнению с протестами против размежевания тысяч пятым годом но и в по сравнению с существующими указаниями по во всем что касается блокады транспортных артерий сформулированных и обновлявшихся неоднократно ведомстве того самого юридического советника но при этом понятно что вся эта интеракция должна происходить между министром и генеральным инспектором теперь что касается подхода юридического совета юридическая советница правительства на самом деле ведется очень странно и опять же у нас есть пример юридического советника правительства в 2005 году и человека по имени имени мазуз который потом кстати стал представителем верховного суда то есть не простите не председателя мазуз был очень активен во всем что касается борьбы за контроль за соблюдением законности во время протеста и он он взял он он наблюдал взялся наблюдение за деятельностью полиции прокуратуры за определением красных черт для протестов для демонстрации для перекрытия дорог и так далее и так далее юридическая советница правительства нынешняя как будто ушла в спячку а она просыпается когда нужно указать в таких драматических случаях когда нужно решить начать следствие против депутата от фракции кстати того же бенгвира цвики фогеля за его болтовню относительно хавары да вот тут она проснулась когда она проснулась когда внезапно она решила жить вето на перемещение с должности командующего талевийской полиции но когда в стране происходят массовые волнения тут почему-то глава пирамиды она как бы взяла себе отпуск и это усиливает конечно же критику и подозрение в ее адрес потому что она сама не является сильным юридическим советником надо напомнить она была назначена потому что это очень хотел бывший министр юстиции генн сар он очень он очень лоббировал кандидатуру несмотря на что она вызывала недовольство со стороны целого ряда экспертов юристов и даже в самой коми отборочной комиссии она отличилась как мы помним беспрецедентным провалом в высшем суде справедливости когда она запыталась защитить до конца назначение того же мини мазуза на пост главы комиссии по проверке назначение да мы это помним если бы это надо абсолютно четко сказать что если бы это было назначение того же натаньяку то на следующий день после этого решения вышел распроизвест газеты бы взорвались требованиями уволить немедленно и начать расследование причин как такой некомпетентный человек оказался на такой важной должности это но мы знаем что у нас как на скоттом дворе джорджа орвала есть те кто равны есть те кто ровнее но тем не менее у нее уже есть серьезная проблема и понятно что это марган гвир не все свои проблемы может свалить на юридическую союзницу правительства но когда он ее обвиняет у него находятся союзники в нынешней коалиции правительства в том числе потому что она так себя ведет но вам могут возразить что у того же натаньягу очень часто были проблемы с юридических с юридическим советником правительства достаточно вспомнить его в проблемы с мандельблитом который по инициативе которого утвердил про судебные процессы против него другом и назначен по инициативе самого натаньягу да и до этого можно вспомнить не возникает ли противоречия кстати это отличное это отличное сравнение михаил у мандельблита именно поэтому несмотря на давление на него со стороны части тех же самых демонстрантов которые демонстрируют сегодня да мы помним эти протесты в петрахтикве и так далее у него было было гораздо больше скажем так авторитета и базы для того чтобы принимать те решения которые он принял и то что он говорит сегодня это другой другая история тем не менее понятно что он пользовался гораздо большим авторитетом в том числе благодаря тому что он пришел на этот пост с должности главного военного прокурора и статус мандельблита как юридического советника был гораздо менее проблематичен да нежели статус сегодня и когда еще раз как главная проблема на мой взгляд на данный момент это ее практически отсутствие во всем что касается главной проблемы соблюдением законности сегодня да это соблюдение законности во время этих массовых протестов как с одной стороны обеспечить гражданам право на воле изъявления сделать так чтобы другие граждане не оказывались в диких пробках потому что кто-то решил просто так ну что им понравилось перекрыть дорогу внезапно да или путь в аэропорт и складывается впечатление что она действует по принципу да помните старую шутку насчет то что друзьям все врагам закон да ну вот так последний вопрос возвращаясь собственно говоря к самим протестам которые как рискну предположить в коалиции надеялись что они сами собой рассосутся но они не рассасываются их становится все больше они становятся все более ожесточенными принимают более радикальные формы как и собственно говоря противодействие государства против этих протестов тоже принимают достаточно радикальные формы и возникает вопрос вот по последним данным притом я ссылаюсь на данные полиции даже не на другие данных различных опросных институтов что в последнем протесте так называемом акции дни неповиновения по моему так он назывался участвовала под без малого 250 тысяч человек ну трудно посчитать потому что они были в разных городах но тем не менее кто-то называет цифру даже до трехсот тысяч значение большого не имеет но отчасти и тоже имеет возникает вопрос а где та грань когда власть должна будет все таки считаться с этим мнением потому что пока на него откровенно плюет вот где-то грань сколько должно выйти на улице 350 500 700 что должно произойти чтобы все таки задумались о том что происходит есть простой ответ на это да и он я думаю что вряд ли удовлетворит участников протеста да нет такой грани да никакой толпа не управляет государством ну пример тбилиси недавно не показал что все таки это имеет значение я понимаю что они там не указ конечно у нас своя демократия но у нас демо наша демократия грузинская демократия это разные ситуации кроме того не надо забывать что значительная часть участников протеста против велись и в велись и не столько протестовали против там сути закона который предлагался против конкретно они протестовали против всего так сказать ощущение что нынешняя власть в грузии слишком идет на поводу россии да это совсем другая ситуация здесь все я думаю что но опять же в конечном итоге начинаем с этого да но но при этом вопрос на самом деле более серьезно а что знаю что там что может сделать власть да то есть представители коалиции говорят о готовности к компромиссам представители коалиции встречаю там в комиссии по законодательству был заслушан проект компромисса фридмана альбашана представили комиссии симхоротом заявил что хотя не совсем согласен этот компромисс может служить базой для переговоров организаторы протестов тут же выступили заявлением которым отвергли саму идею переговоров для организаторов для тех кто по крайней мере я хочу уточнить что организаторы протестов не хотят найти не хотят идти на переговоры если не будет выполнено главное привет требование на это на время переговоров остановить законодательную машину я поправлю это уже их требование уже не на время переговоров их требования сформулированы могут протестировать как рассмотрю на это состоит в том чтобы чтобы коалиция отказалась от всех своих законопроектов которые она предложила потому что эти законопроекты являются заговором для разрушения демократии и установления в израиль диктатуру обвиняемого и его осужденной жены . как вы говорите вы все правильно сказали михаил обострение протестов происходит не только на улице она происходит идеологически в этом на самом деле серьезная проблема потому что если предположим коалиция говорит мы останавливаем законодательство кстати на эту тему тоже есть много творческих предложений например депутат партии вода гелаткариф член законодательной комиссии сегодня предложил на этой неделе простите не сегодня интересный вариант он сказал хорошо я понял вы не готовы объявить о замораживании законодательства потому что вы считаете что это будет капитуляция перед демонстрантами хорошо тогда скажите скажите другое вы уже понимаете что задачи поставлены перед вами которые вы перед собой поставили они очень сложные они требуют серьезной дискуссии есть много законопроектов они требуют обсуждения скажите что вы отказываетесь от одной идеи о том что все это можно успеть сделать за нынешнюю сессию кнесса скажите что процесс будет так или иначе завершен в следующей летней сессии после каникул это сразу снимет массу давления в системе это позволит вести серьезный диалог это автоматически даст мы будь мы поймем сказал кори что вы готовы к реальным переговорам потому что на каникулах никто работать не будет и продвигать никакие законопроекты не станет и если вы говорите сами что все эти идеи перетерпят изменения там скажем тот же давид бетан правда возглавляет более фрондирующую часть депутатов от ликуда но тем не менее он достаточно влиятельный он говорит в интервью что сразу после того как все законопроекты пройдут в первом чтении мы депутат от ликуда активно займемся их изменить гелат кариба если это так сделайте этот шаг и ваши намерения будут будут если в ответ ему задал вопрос один из депутатов коалиции хорошо гелат а вы можете гарантировать что на это время прекратятся все эти ваши демонстрации акции протеста и вот это давление на вас в первую очередь кариба нечего было сказать потому что оппозиция не организует и не контролирует этот протест даже если завтра предположим я и лапиды бенни ганс скажут что там какой-то проект будь то президентский проект который оппозиция тоже которые организаторы протеста тоже агрессивно отвергают ну по словам президента этого проекта еще нет у него когда он будет а яичные готовы к переговорам то гарантирует что организаторы протеста с ними согласятся одна из причин по которой лидеры оппозиции ужесточают свою риторику это их понимание что значит подавляющее большинство участников нынешних протестов это их избиратели они не могут или не в состоянии сейчас как не у них нет в руках коалиции тоже не дала им пока никаких козырей для того чтобы могли они могли с ними в руках обратиться к этим своим избирателям на улицах и сказать вы знаете давайте давайте сделаем паузу мы у нас есть возможность договориться пока никаких никаких причин для этого никаких условий для этого нет если я думаю что если действительно будет официально заявлен проект президента и коалиция согласиться официально принять его за основу для диалога тогда может быть у оппозиции появится такая возможность пока никаких перспектив для компромисса нет и мы движемся только к обострению на мой взгляд и тогда что извините за утрирование но иногда нужно утрировать вопрос чтобы лучше понять ответ возможно тогда что последнее слово за армией я не думаю я думаю что в стране где армия тоже является продолжением гражданского общества она не в состоянии как-то организованно вмешаться в конфликт на той или иной его стороне нет здесь ситуация на самом деле очень непростая мы должны спросить себя вот что что глядя на обострение противостояния да на каком этапе это перестает быть по каким-то техническим аспектам юридической реформы да там состав комиссии по выбору судей сколько судей могут смогут отменять закон квеста сколько депутатов преодолевать вето богатца и вопрос гораздо более серьезный когда встает на повестку дня один израиль и другой израиль совершенно разными взглядами на то что хорошо и что плохо совершенно разными ценностями с совершенно разными представлениями о том говоря как искали утривая кому эта страна принадлежит больше да и для чего она вообще существует если протест и реакции на протест они об этом тогда мы так просто не договоримся арик большое спасибо что были с нами на этом все напомню что моим собеседником сегодня был израильский политолог арик эльман до свидания спасибо